Итак, ребята, в общем-то, Е4, Е5 разыграно, классические партии, ой, классический начал, да, классик. Вот я только что придумал еще один новый дебют, может быть, нам как-то помешает его сыграть. А3 сейчас играем, а там Б4, ладья Х2, ладья Б2, ладья Б3. А, по-моему, а, то есть мы хотим на А3 ее тонко перевести. Да. Не обращай внимания на все эти, да, поползновения. Да. А че нам мешал пойти А4 и просто А3? Тогда он ее возьмут на А3. Ага, то есть это безопасный способ. Да. Так, ножними. Можно уже отдать неуправление, потому что позиция ужасная. Так, а что страшного? Ну, как бы все. Я думаю, с Раджой Криса действует слон А3. Да, так мы свою ладью обрезали. В общем, это был плохой ход, не играйте так. Слушай, Никита, а как же вот дети будут смотреть все-таки? Представляешь, некоторые люди будут, ну, воспринимать всерьез. Именно поэтому мы играем гипертрофированную в чувстве. Чтобы даже дети планировали, что так играть не надо. У нашего коня нет ни одного поля, к сожалению, кроме G1. Ну да, у ладья на E2 смотрится комфортно, он чувствует себя комфортно. Да. Сейчас мы сыграем в D3 и все фигуры... Все играет, согласен? Да. Слон G5... И у белых неожиданно отличная позиция. Ну, я бы не сказал, что отличная. Ну, хорошо. Позиция, в которой они не проигрывают в два хода. Сразу, да, в два хода, как обычно это бывает. Ну, теперь наш план прост. Да, расскажи, расскажи мне его. Всеми силами держимся за пешки А3-Б4. Я думаю, Никита, может уже хватит мучиться, скинем качество. Нет, это... Ты же не понимаешь, в этой ладьи есть смысл дебюта, как мы можем ее отдавать. Сейчас, может, возникнет повторение хода. Что ж такое, неужели поймали? Да. А стоп, а в этом-то, наверное, идея была нашего дебюта. В чем? В том, чтобы заставить противника обратить внимание на эту ладью. Да он мне его уже давно обратил внимание. Сейчас мы заберем слона. Нет, у нас его не забирают. Ладно, пока все. Тот, давай теперь ходи. В решающую атаку. Так, безусловно. Безусловно, слон завис, вот, ну, вот, Никита, очень внимательный шахматист и... Обратил внимание на то, что на слон... Внимательно. А то я придал такую идею. Ой, вот это... Вот это мои идеи, их не нужно красть. Но это не проходит. Да, почему? Ну, я уверен. А попробуй отбей, если еще. А вот. Мат в два хода грозит. Не мат, но уже как бы тучи. Ну, там H4 еще. ФРЖ4, конь... Да, H4, H4. А, H4, конь H3. Ну, и что? Вот теперь позиция черных реально неприятная. Не, ну, вообще, как он Е6, он же держит поле уже 7. Я не понимаю, зачем он вообще пошел куда-то. И зачем мы его погнали. Ну, а надо как-то ладью туда перетащить. Ты видишь идея? А, ладью, ладью, ладью. Давай пешку же, 30-для нам, ладим. Рад нас. Сначала сыграешь, чтобы конь не висел. Потом фигзера туда поведем. Ну, сейчас ладим и поже встанет. Ничего страшного. А, вот смотри. Так. Стоп, может быть, побить его? Побить его, ладьев. А. Блин, а, вот так. Ну, я хотел предложить ту же самую идею, только за перестановку ходов. Ну, ладно, не волнуйся, она по-любому не работает. За перестановку ходов. Прошу заметьте, то, что ферзь на Е6 отлично защищает коня на Е2. А почему ему сейчас не пойти король Е2? Ну, потому что коня на Е2 никакого толку. Пусть хоть что-то делает. Хотя, вот он, да, он всегда включил. Неудобно. Ну, что же делать-то? Ну, видимо, играть король Е2. Ну, да. Грозим все-таки слона H6. О, H6. Ну, играть в парк. Я уже чувствую. Предвкушаешь? Да. К сожалению, мы будем рубить флаг. Не, ну почему? Будем играть на мат. Очень вряд ли, что он здесь есть. Так. Так, ну теперь позиция. Да, боюсь, что мы не будем играть на мат. Сейчас мы будем за пешкой останавливать. А что-то пешку-то не съел. А может, удастся играть на мат? Конечно, получится. Нет. Вот если бы он съел пешку, да, на H6, тогда голубь с Ларшемпом флагом. Так, ну вы оценили, ребята, идею этого дебюта? Да, медленный перевод ладьи. Это неплохая идея. То же ты, конечно, ход не точный. Весь дебют испортил ход G3, я прошу прощения. Минус два всего. Это Делфа. Да, всем спасибо за внимание. До новых встреч.